Создать современный, отвечающий всем требованиям водозаборный комплекс, удалось за рекордные 115 дней. Еще ни один подобный объект не возводился в России за столь короткое время. Достичь подобных результатов удалось благодаря упорному труду. На объекте в три смены работали 740 специалистов и 280 единиц техники. Накопительный блок общей емкостью в 150 тысяч кубометров практически полностью заполнен. При этом уже имеющиеся показатели собираются нарастить с помощью создания новой инфраструктуры. Предусмотрена перспективная площадка развития данного водозабора и уже через пару-тройку месяцев мы подключим дополнительно источник подземного водоснабжения. То есть мы пробурили скважины, нашли воду еще подземную, неповерхностную и предусмотрели в технологии, возможно, ее прием и перекачку в город. Тем самым данный объект станет всесезонным. Прежде чем отобранная вода попадет в Днепровский канал, она проходит тщательную фильтрацию. Громоздкие комплексы работают практически в автономном режиме. Специалистам лишь иногда необходимо проверить состояние механизмов. Все остальную работу техника берет на себя. В этом крупном ангаре находится комплекс очистки воды, которую забирают из реки Бельбек. Ее мощность составляет порядка 50 тысяч кубометров в сутки, то бишь весь объем, который может забирать водозабор. Также для ее работы достаточно всего двух специалистов. В основном весь цикл автоматизирован. Несколько циклов очистки. Это первичное отстаивание с добавлением реагентов для более ускоренного отстаивания и механическая очистка. Механическая очистка представляет несколько фильтров, в данном случае 8. А уже очищенная вода поступает сюда, в насосные станции. Здесь на интерактивные экраны выводится вся необходимая информация. С их помощью можно понять, с какой скоростью выкачивается вода и сколько ее осталось в накопительном ковше. Благодаря грамотной логистике канализационных сооружений и помповых механизмов, ежесуточно отсюда в город направляется до 65 тысяч кубометров воды. Излишки хранятся в четырех накопительных резервуарах. Так что потерь, ценной в периоды засухи воды, не предвидится. Это насосная станция второго подъема. Она выполняет функцию перекачки воды в Днепровский трубопровод, по которому дальше продолжает вода следовать на ВУ-3. Проделанная Министерством обороны работа получила высокую оценку главы государства. Теперь уже готовый объект передали Севастопольскому водоканалу для дальнейшей эксплуатации. Система автоматизирована, выведена непосредственно в водоканал, где дистанционно любой диспетчер может контролировать любую задвижку и в том числе безопасность этого объекта. Мы получили колоссальный опыт в части насосных агрегатов, системы водоочистки, подготовки, ну и естественно опыт сооружений подобных гидротехнических сооружений. Бельбекский водозабор – один из многих этапов федеральной программы по решению водного вопроса полуострова. Глобальная задача остается актуальной. К 2024-му усилиями двух регионов при поддержке государства поставки чистой воды должны будут увеличиться в два раза по сравнению с нынешними показателями. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севен Форумбюро.